Я вас приветствую, дорогие друзья, вас зовут Семас Приятень. Вы знаете, я вместе с вами вынужден наблюдать за некоторыми решениями Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Но как примар Бельц, как человек, которому никогда не было безразлично то, что происходит в Молдове, я понимаю, что очень многие меры нужно принимать самому. Вынужден буду сейчас обратиться в том числе и ко всем вам, потому что тема сегодняшней пресс-конференции заключается в том, что нужно срочно помочь, я бы даже сказал, нужно спасать врачей и персонал, который работает в Бельской больнице и по всей стране. Сегодня нужно срочно что-то предпринимать для того, чтобы помочь малоимущим. И хочу вам сказать, что на данный момент я могу со всей ответственностью сказать, что власти блокируют эти попытки, сейчас вам расскажу почему. Нужно срочно что-то делать с теми людьми, которые в прямом смысле слова застряли за пределами страны и не могут вернуться, а сегодня в том виде, в котором люди возвращаются, это абсолютный хаос на границе и нет до сих пор черткой организованной систематизированной работы. На бумаге она есть, но на практике я вижу совсем другое. Сегодня, когда почти 40% всех инфицированных в Молдове коронавирусом являются работники больниц. Эта цифра меня вчера не просто заставила задуматься, а эта цифра меня ошарашила. Нам всем говорят, что все есть. Нам всем говорят, что вот скоро прибудут аппараты для вентиляции легких. Нам всем говорят о том, что больница обеспечена абсолютно всем. И это говорят нам центральные власти и даже некоторые депутаты, как, например, у нас в Бельце, которые приходят и просто, вместо того, чтобы помочь, подставить плечо, ходят, рассказывают про то, что, оказывается, все есть. И мозгов хватает только на то, чтобы продавать сегодня маски по 18 лет. Сегодня я не могу остаться в стороне от этих проблем. Я как бы и не сторонился их никогда и делал все зависящее от меня. К сожалению, у меня нет сегодня, как у председателя Бельской комиссии по чрезвычайным ситуациям, тех полномочий, которые есть у национальной комиссии. А национальная комиссия ведет себя так, либо они ждут, чтобы кто-то умер с голоду. Как, например, в прошлый понедельник было заседание чрезвычайной комиссии в Бельцах, где единогласно проголосовали за то, чтобы организовать полноценные продовольственные пакеты, которые помогли бы ветеранам войны, ветеранам труда, малоимущим прожить скромно, но прожить в течение нескольких недель, а в некоторых случаях, я бы сказал, наверное, и месяца. Значит, мы ждем с прошлой недели, вот каждый день мы смотрим, что решила комиссия. Мы все ждем, когда включат наш вопрос. Значит, мы попросили, чтобы нам разрешили по упрощенной процедуре закупить эти продукты питания и организовать эти пакеты, и доставить их срочно людей на дом. Прошла неделя, до сих пор комиссия по чрезвычайным ситуациям наш вопрос не рассмотрела. Я понимаю, что сегодня у кого-то проблем нет. Кто-то занимается только поиском медицинского оборудования для того, чтобы его как можно дороже продать и на этом заработать. И это касается и медицинского оборудования, и медикаментов, и масок. Я хочу предупредить всех бизнесменов, которые сегодня наживаются на поставке медицинского оборудования, средств защиты, накручивая цены. Предупреждаю всех чиновников, которые крышуют таких бизнесменов. То, что вы делаете сегодня, это воровство. Вы обворовываете сегодня медицинских работников в первую очередь. Больных, пенсионеров, все граждан Молдовы. А в условиях эпидемии, жертвами которых стали уже многие, это воровство можно сегодня приравнять к мародерству. В военное время, вы прекрасно знаете, за мародерство расстреливают. Сегодня вы себя чувствуете защищенными, потому что у вас покровители на самом верху. Хочу вас предупредить, что эра Додона заканчивается, и наступит очень скоро час расплаты. Прошу вас, пока есть время покаяться, и вернуть на ворованное. Потому что сегодня никто не имеет права прикасаться ни до одного цента, из того, что сегодня принадлежит всем гражданам нашей страны. Направьте эти все средства на обеспечение защиты медицинских работников, полицейских, спасателей, всех тех, которые сегодня реально работают для того, чтобы спасти ситуацию в стране. Возможно, это смягчит ваше наказание. Возможно, подчеркиваю. На сегодняшний день, вот решение сегодняшней комиссии по чрезвычайным ситуациям от 6 апреля 2020 года. Созрели до того, что бюджетники могут еще оставаться какое-то время дома. Уже вчера все, кто могли и кто не могли, уже писали в фейсбуке, вы что делаете? Вы кричите, статся к кассе, тут вы пускаете людей на работу, вы не можете понять, в чем разница между прогулкой в парке и в эпидемии? Молодцы. Пункт номер 14. Как мне сказал один врач, который спас тысячи людей за свою жизнь на прошлой неделе. То есть, если врач заболел, то он получит тогда пособие, премию в 16 тысяч лень. Мое предложение сегодня для Бельц и для врачей, для медицинских работников. Я собрал всю информацию. Значит, и хочу сказать следующее. Да, у меня финансовое положение сегодня не позволяет решить все проблемы, которые есть в нашей стране. Но я обращаюсь ко всем бизнесменам, ко всем экономическим агентам, которые сегодня могут помочь. Да, мы все убедились в том, что у нас есть огромная проблема в системе здравоохранения. Про систему и про проблемы в сфере здравоохранения и образования я говорю с 2014 года. Меня не хотели слышать. Я хочу сообщить о своем решении, которое принял для бельских врачей. Причем не только для врачей. Я сейчас говорю для врачей, которые сегодня стоят на передовой. Президент Молдавии Игорь Додон сказал, что он стоит там при молении. Хочу ему сказать, что на передовой сегодня стоят врачи, медицинский персонал, это я имею в виду медицинских сестер, санитарок, которые на самом деле сегодня рискуют своим здоровьем для того, чтобы спасти сотни людей. И, к сожалению, эта цифра с каждым днем растет. Поэтому мною было принято следующее решение. Понимая, что врачам нужно помочь сегодня. Сегодня город Бельце, так как мы сегодня были с инспекцией буквально час назад и посмотрели еще одно здание, в каком оно у нас состоянии находится, в каком состоянии палаты для пациентов, условия для врачей и так далее, были приняты следующее решение. Значит, за апрель месяц врачи, работающие с пациентами, инфицированными COVID-19, не надо, уважаемые, любимые врачи, ждать, чтобы вы заболели, и тогда получить то, что заявил Додон две недели назад, 16 тысяч людей. За апрель месяц вы от меня лично получите, каждый врач будет получать одну тысячу долларов в США в месяц, каждая медсестра будет получать сумму 400 долларов в месяц, и каждая санитарка будет получать 250 долларов в месяц. Сегодня это то, что я принял решение сделать для бельских врачей. Да, сегодня из-за тех же проблем, которые мне создавал и пытается создать сегодня Додон, вы прекрасно знаете, что есть проблемы с бизнесом, на которые кое-какие Додонщики очень жестко и серьезно повлияли. Они смогли повлиять, поломать бизнес, но они точно не смогли сломать меня. Поэтому сегодня понимаю, что нужны большие деньги, зарплата, которую я получаю, может покрыть только одного врача, и то на это не хватит. Значит, я принял решение сегодня продать свой автомобиль Rolls-Royce. Деньги, которые получу с продажи этого автомобиля, я оплачу работу врачей в Бельцах, медицинского персонала и медсестер, и санитарок, я про это уже говорил. Я призываю сегодня объединиться всех экономических агентов, потому что сегодня есть экономические агенты, которые работали при Воронине, при Плохотнюке, при Филате, сегодня есть экономические агенты, где даже небольшие фирмы в стране, кто-то может закрыть, каждый из них может закрыть, кто-то, то же самое сделать для врачей в Сороках, а сейчас лукрусфио организат пентру доктори, что тот, чьи из корресонт импликации на спиталу Динкахул, речь идет о Камрадской больнице. Ребята, давайте объединимся сегодня все и выйдем сегодня из этой ужасной ситуации, которая у нас сегодня сложилась, только плечом к плечу. Я всегда говорил о том, что я готов пожертвовать всем, что у меня есть, потому что в 14-м году, когда я вернулся в Молдову и начал тогда политический проект, или через что мы прошли, вы знаете, я сказал, что у меня есть мечта сделать все для того, чтобы люди у нас в стране стали жить лучше. И это моя прямая обязанность, как патриот этой страны. Касаемо врачей, очень многие работают с пригорода. Мы организовали бесплатный транспорт для сотен врачей и работников медицинского персонала, которые живут в пригороде муниципе Бельс. Многие сегодня боятся после работы вступать в контакт с членами своих семей. Многие сегодня работают допоздна, когда они уже никак не могут попасть в свой населенный пункт. На завтра, на утро я предложил комиссии по чрезвычайной ситуации передать бесплатно на период чрезвычайного положения в пользование гостиницу муниципия Белц, в которой сегодня оборудовано 62 номера, которые находятся, бельчане знают, в центре Бельц, для того, чтобы врачи могли там жить. Я уже встречался с главврачом Бельской клинической больницы, я уже сказал подготовить списки, информацию, сколько номеров нужно будет, сколько медиков женщин, сколько мужчин, может быть, есть случаи, просто где муж с женой, они будут жить там в своем номере и так далее. это то, что нужно решить срочно, и я рад, что мы нашли возможность решить эту проблему. Значит, я на прошлой неделе говорил о том, что мы в Бельцах запускаем акцию под названием «Сделали специально, заказал в Кишиневе», «Помоги, если можешь», где мы обклеим абсолютно все работающие продуктовые магазины в Бельцах, супермаркеты, небольшие магазины, двумя надписями «Помоги, если можешь», «Возьми, если нужно». Значит, эти наклейки получат все экономические агенты, я заказал их в количестве в количестве ста штук, значит, для того, чтобы были организованы эти столы, где кто-то может сегодня оставить там килограмм сахара, кто-то килограмм купы, кто-то просто даже один хлеб, куда смогут пенсионеры, малоимущие приходить для того, чтобы взять эти продукты питания, потому что, к сожалению, у них выжить сегодня нет возможности. Есть многие многодетные семьи, есть инвалиды, поэтому давайте вместе, я обращаюсь сейчас ко всем бельчанам, поможем тем, которым сегодня очень тяжело. Кто-то может помочь одной консервой, кто-то килограммом риса, кто-то может помочь пачкой сливочного масла, значит, это это все просто будет приветствоваться и я встану, когда мы через все так пройдем, я готов встать на колени и поблагодарить всех тех, которые прислушались к тому сейчас, что я говорю и участвовали в оказании помощи и бельчанам, и всем жителям нашей страны. я обратился к властям несколько дней назад и заявил о том, что я провел анализ и сегодня отечественные производители масок могут шить 300, не менее 300 тысяч масок в сутки. И это решило бы проблему. Чтобы вы знали, масок катастрофически не хватает, вы знаете, что их нет в аптеках и вы не можете их купить, либо покупайте по каким-то безумным ценам, потому что аптеки их сегодня не закупают у отечественных производителей, потому что они не сертифицированы. Я не прошу центральной власти сертифицировать их как производителей медицинских масок. Можете их сертифицировать как косметических. Значит, экономический агент в Бельцах сегодня, значит, тех, агротех, значит, привез мне образцы масок, значит, из, это маска из двух слоев, значит, так как она пошита, значит, получается, получается, там, порядка четырех слоев, есть кармашек, куда можно вставить влажную салфетку, эту маску можно стирать, значит, эти маски, значит, продаются в интернете где-то за 12, где-то за 14, где-то за 15. Одна одноразовая маска в Китае самая дешевая, сегодня уже там, ну, не самая дешевая, более-менее приличного качества стоит 51 цент, у меня есть цены, с доставкой, с таможней, с налогами и так далее, она будет стоить 17, 18, 20 лет, сегодня эти маски, значит, я договорился, что мы, нам их готовы продать, значит, если мы берем их оптом, значит, по цене 6 лей за одну маску, это очень хорошего маска, маска очень хорошего качества, я пригласил сейчас врачей, инфекционистов, которых посмотрели, они не подходят врачам, врачам нужны респираторы, которых нет, и хочу вам сказать, что вот в Бельцах, весь север Молдавии, да, сегодня у врачей несколько десятков респираторов, я требовал, просил, сейчас, уважаемые центральные власти, я вас умоляю, перестаньте морочить голову всем нам, и решите эту проблему, если вы не можете ее решить, дайте мне возможность этим заняться, я ее решу в течение 48 часов, я узнал ситуацию в пекинском аэропорту сегодня, в Китае, узнал ситуацию, еще раз провентилировал в Кишиневе, узнал цены на самолеты, дорогие друзья, со всей ответственности вам заявляю, что вылет самолета в Пекин, погрузка, 8 часов положенных отдыха для бортпроводников, для пилотов, 4 часа на погрузку, остановка на дозаправку в Казахстане и туда и обратно, все это занимает 39 часов. На прошлой неделе я, чтобы не быть голословным, хотел посмотреть, чем закончится такая операция в соседней Румынии. В среду они вылетели, в пятницу они уже вернулись со всем грузом, с респираторами, защитными экранами и так далее. И защитными экранами не как делайте вы, указывайте сегодня, будучи жуликами и ворами, по-другому вас не назовешь, по 50, по 55 ле за штуку. Защитный экран сегодня самого хорошего качества стоит 71 евроцент. Я вам могу дать центральным властям телефон производителя в соседней Румынии. Представляете себе, это всего лишь в 400 километрах от нас на заводе, где они производят 10 тысяч защитных экранов в сутки. Я как физическое лицо пытался купить, не могу. Сегодня в виде исключения румынские власти готовы продавать продукцию производимую в Румынию правительству Республики Молдова. И хочу вам сказать, что один защитный экран стоит там 1 1 евро 4 цента. То есть около 20 лей. Я преклоняюсь сегодня перед активистами, ребятами, которые начали производить эти экраны в Молдове и продавать их за 18 лей 50 бань, за 19 лей. Которые сами нашли сырье, сами научились делать. Там в принципе ничего сложного нет, но ребята молодцы. Значит, они их до сих пор продавали по себестоимости врачам, полицейским спасателям. И тут им показывают, что наше правительство закупает эти экраны по 55 лей. Вы что творите? А я вам объясню, что заказ на первые 200 тысяч это был, то, что опубликовали Зяру Дегарда и другие СМИ, но они хотят вообще закупить 2 миллиона. Прикольно, правда, иметь под боком в Румынии по 1 евро 4 цента значит и покупать их у экономического агента за 55 лей почти за 3 евро. То есть с учетом, если их сюда привезти с доставкой, оплатой НДС, хотя я бы сегодня отменил НДС не только на медицинское оборудование и медикаменты, а его в сегодняшней ситуации я бы его отменил даже на верши первой необходимости на хлеб. Сегодня можно было обязать Молдова газ продавать по закупочным ценам сегодня газ конечным потребителям и уменьшилась бы в разы себестоимость производимой той или иной продукции. Вы понимаете, что сейчас на этих экранах, про которые активисты начали вчера шуметь я говорил на прошлой неделе, да? Прикольно, 2 миллиона экранов умножаем на полтора евро сколько решили заработать на каждом и получаем 3 миллиона евро кто-то решил прикарманить кто там в доле мы потом разберемся вместе с прокуратурой остальным но еще раз повторяю правящий режим Додона Додона это вчерашний день это трухлявый пень который разваливается и всем тем которые в это сегодня были вовлечены и вовлечены сегодня им придется за это повторяю ответить почему до сих пор не организовали чартерный самолет вы видели Молдова опубликовала стоимость билета из Парижа там по-моему 202 евро сегодня 202 евро то есть было 220 когда летала диаспора когда организовывали когда я организовывал борт по 300 и выше продавали когда они вставили просредников им понадобился месяц для того чтобы убрать прокладки посредников и возить людей напрямую а знаете почему стоит 200 евро и может стоить еще раз дешевле еще дешевле билеты из Парижа других городов потому что когда я организовывал рейс из Парижа одна тонна топлива для самолетов стоила 700 долларов сегодня одна тонна топлива стоит 300 долларов уже по этим ценам сегодня закупают авиационное топливо авиакомпании это является одним из ключевых разгодов для организации чартерного рейса почему сегодня это выйдет никто не расскажет почему сегодня я вчера увидел репортаж со скулянской таможни где люди как я говорил в картине на картине бурлаки на Волге значит идут с этими чемоданами омени 2-лее автобус 3-лее карусь 4-лее бициклет 5-лее continue и 1-лее 1-лее У каждого человека, чтобы приезжать на ВАМАСКУЛЕНИЕ, приезжать на билет в Яш, Клуж, Букуресть. Мы дали один пример. Один из Клуж, который уехал на такси до ВАМАСКУЛЕНИЕ, сейчас несколько лет, уехал 350 евро только такси, 200 евро в билете на авиацион, а также 600 евро, уехал в Молдове. Уехал в Молдове. В Молдове. Те, кто возвращается из Москвы. Представьте себе, сегодня, когда гастарбайтеры перестали отправлять деньги домой, потому что они там сидят без работы, у них остались последние деньги. Значит, 2 тысячи человек в день Мы умножаем на цифру, которая обходится каждому из вас, средняя, а я видел, 500 евро. Значит, скажите, лучше оставить эти деньги таксистам за рубежом, авиаперевозчикам за рубежом, либо лучше 500 евро, чтобы каждый из этих людей потратил в Молдове. И у них бы появились деньги, которые они платят за такси за рубежом, на покупку того же медицинского полюса, которому у меня много вопросов, как и у большинства граждан страны. И вот мы берем, ребят, 2000 человек в день, умножаем на 500 евро, получается 1 миллион евро в сутки. И наши люди, большинство из которых, для которых это последние деньги, платят за такси, за самолет, чтобы добраться до Скулян, до Ляушан, до других пунктов пропуска, добраться до Молдавской границы. Скажите, пожалуйста, товарищ Кику, если бы эти люди оплачивали эти деньги только молдавскому перевозчику за авиабилет, и разница, которая у них остается, порядка 300-350 евро, у них бы появились деньги на оплату полюса, для того, чтобы купить продукты, маски, лекарства и так далее. Вы понимаете, что мы говорим с вами про то, что даже в сегодняшней ситуации, во время пандемии, диаспора бы сегодня привозила бы в кэше в страну, помимо тех денег, что у них остались, значит, 30 миллионов евро в месяц. Если у вас сгорели батарейки на калькуляторе, я вам подарю калькулятор. То, что рассказывает Игорь Дадон, сколько тысяч лей в день обходится лечение одного пациента, инфицированного коронавируса, значит, вы лучше выйдите, расскажите людям, организуйте, как это мы сделали в Бельсах, где у людей сегодня решена проблема с питанием. Сегодня была организована вода, чтобы люди не пили воду из кранных больниц по всей стране, значит, и для пациентов больницы, и для врачей, медицинского персонала. Сегодня я вам хочу сказать о том, что только в среду в Бельсах вроде бы начнут делать тесты на коронавирус. А это, если бы сделали с первого дня, это бы колоссально снизило бы нагрузку и на город Бельс и на бельских врачей. Люди сидят больше суток в больнице, ждут результаты теста. Кого-то привезли сегодня утром в 11, тест у него взяли, рано утром или сегодня ночью отправят в Кишинев, завтра вечером будет результат. Он занимает койко-место. Он сегодня должен есть, он должен находиться в стрессе и так далее. Как начнут делать тесты в Бельсах, а я про это говорю с первого дня, это снизит нагрузку на врачей и будет расходоваться меньше средств на содержание этого пациента, а самое главное, у врачей будет в два раза больше времени, чем есть сегодня. Тут не надо заниматься высшей математикой. Дадон всем рассказывает про чартер, сейчас пол Москвы ищет заявку ему сформировать, договариваться с экономическими агентами. Повторяю, организация чартера в Китае, вместе с тем, чтобы он туда улетел, загрузился и вернулся обратно, занимает 39 часов. Дадон там нашел вроде со скидкой в России самолет, который, говорят, стоит 250 тысяч долларов. Экономический агент и грузовой, чтобы туда поместить груз, все это привезти. Почему это не сделали? Неделю назад, две недели назад, три или месяц назад. С 25 февраля, да, у нас с Дадоном было разное отношение. Я говорил, срочно принимать меры, Дадон, фигня. Сейчас мы кинем фронтир, нас избавили и так далее. Вы все это видели. К сожалению, вот эта тягомотина, то есть до них доходит, но доходит очень долго. Я понимаю, что сегодня Дадон запретил всему кабинету министров говорить со мной, как с примаром города Бельце, по любым вопросам. После жесткого наезда Дадона и на Кику на прошлой неделе, и на некоторых министров, все ушли со связи. Это себе позволяет человек, по фамилии Дадон, который никакого отношения не имеет, кроме того, что ходит, портит воздух. Сегодня есть чрезвычайная комиссия, и есть председатель этой комиссии, премьер-министр страны. Мало того, что он им не давал делать, и в некоторых случаях не дает делать то, что надо, он еще свои какие-то бестолковые затеи через них пытается продвинуть. Значит, буквально с завтрашнего дня я начинаю говорить со всеми экспертами, которые есть в стране. Мы срочно должны сегодня уже думать о тех решениях, для того, чтобы думать, как нам из этой ситуации выходить экономически. Сегодня нужны уже предложения, проекты решений и так далее. И эти проекты решений, как я могу сегодня отправить в национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям, если они до сих пор за неделю, они не решили проблему, даже, которая бы позволила мне, как примару Бельц, закупить продуктовые пакеты всем нуждающимся. Как я могу сегодня относиться к комиссии, ко всем властям, которые не могут собрать всех отечественных производителей, и чтобы эти маски, вот подчеркиваю, Бельское предприятие, это одна из лучших, которые я видел, значит, которую некоторые депутаты парламента продают по 18 лет, значит, эту маску готовы продать сегодня по 6 лет. Значит, я до завтрашнего утра найду решение, сделаю ли это все невозможно. Вот за ближайшие там 10 дней этот производитель, Бельский один, готов их пошить 60 тысяч. Сегодня нужно найти механизм, как эти маски могут попасть бесплатно к пенсионерам в муниципе Белс. И сегодня такие же решения можно принять по всей стране. Просто я понимаю, чего им не хватает. Им не хватает сегодня Лукашенко-2, и хочу сказать им, что хотят они этого или нет, граждане страны хотят Лукашенко-2, и Лукашенко-2 у граждан страны будет. Игорь Дадон может сейчас заказать 10 опросов, фуфлыжных, как и все то, что он делал, для того, чтобы показать, что одного 1%, другого 1,5%, а великий и могучий Игорь Дадон. Провалился Игорь Дадон. Игорь Дадон сыпется, как я говорил, как трухлявый пень. И все то, что они делают. Сейчас, на самом деле, не нужно идти в минула, не надо быть доктор, не надо быть доктор-инфекционист, для того что организовать авиа в напряжении ОМАЧАРТАРА, в КИНА. Но Додон не говорит. Время, что вы хотите только бинилия цитателям из Республики Молдова, так как я иду, мы будем организовать все вместе, чтобы организовать один фронт коммун, чтобы организовать один комитет для спасения популяции, для усыщения популяции. Продолжение следует... 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 Кишинев, Ростов-на-Дону. Сегодня, я думаю, Игорь Николаевич, что ни за какие деньги вы уже не успеете заказать этот чартер. Заказать успеете, но судя по тому, что пишут тысячи людей в комментариях в соцсетях, вы просто не сможете сесть в этот самолет. Я сегодня понимаю, что нужно решить еще очень много других проблем. И я буду это делать, как и делал до сих пор, круглосуточно. Я вастос сынгата, с факу орче, пентрукаса испричим, питос чей, корицын блока распистихотари. Волнувый, рушиник, води имификарист стад, адущи страх к тебе до усути девамень. фотоаппом в месяц в месяц 30 000 000 за рубеж в месяц в месяц в месяц я сегодня с вами отвергл персонал на вену или на этом В Кандачуру, в ВКонтакте, Инстаграму, ка не ва распунт персонал на фикаре димесаж. Ка джа скриу мии де омени. Иртаѣа-ма, ва рајок, фрумас. Пентру аста, ка... Ну догде с ле пророчесес, да не ваў спу аколу стей консилери. Аже, мае департ. Астази я вои фи, сунт шо вои фи пентру вои ши чеи каре се афлэн афара цјерији, и для тех, кто сегодня находится в интернете. Впрочем, ману на ману, мы сходим код на ману, мы сходим ману на ману. Мы сходим в ману, так как нам позволит сегодня, но мы сходим из этой пандемии. У нас есть проблемы с эпидемией, биологией, но после этой проблемы биологической, я уверен, что вы уже все, которые сегодня не могут поддержать батаия, и народа, и народа, и организация о пандемии, для многих политиков в Молдове. Если я ошибаюсь, или ошибаюсь, что-то не могу понять, что я не могу понять, что мне не позволяет мне, что я не позволяю, что я делаю, И я хочу сказать, что я хочу сказать, что я, в сравнении с теми, я, в сравнении с теми, у меня есть семьи, и я благодаря вам, и я благодаря вам, и, во-вторых, я, как вы, как вы, как мы, у меня были грешели в жизни, Играет музыка. И трещу олеак пищи, каре шорик 2 см, а 4 см. Даляя миншуни. Даляя миншуни. Даляя миншуни, даляя миншуни, даляя миншуни, и крестит кацева милиметри шорик. Я сунт аша, как вы, и я сунт один из вас. И я сделаю все возможное, для того, чтобы мы решим из этой ситуации, и что-то сша, мы можем раскрыть отношения в Республика Молдова. И помните, что, Богу, уже останавливаем и можем, чтобы мы обновляем, что-то мы видим врачи. И мы поговорим врачи о том, чтобы мы поговорим в стране, врачи, которые были, которые были, что-то в стране. Мы всемирно. Мы ханим вместе. Спасибо вам огромное. Вместе мы победим. Я вас обнимаю. Хорошего дня. Пока. Продолжение следует...